Ребят, мы находимся в центре Кимеры, и, конечно же, мы пошли в Уси Вайкики. Ну, пойдем сейчас. Женская, мужская, детская и текстильный отдел. В таком маленьком количестве. Геолокацию оставим в описании. Кстати, из Кимеры. Дочнее, не из Кимеры, из соседних поселков. Денис, тебе не кажется, что я тебя озвучила? Из Чамьево, Генюк, Бельдебе, Кириши, Токерово. Сюда тоже можно приехать. Сейчас немножко повернусь. Буквально около башни с часами останавливается автобус. И, в принципе, можно не ехать в Анталию. Нет, это мне смешище. На Шопинг здесь все есть основные магазины. Вот ЛС Вайкики, как основной магазин. Де-факто, Катон, в общем, Фло, Мигрос, 82 Салы Позары. Мы его снимали отдельно. Такой он неизвестный, но он очень нужный для туристов. Секретный магазин для местных. Мне кажется, после твоих этих, кремляне уже там никто не будет смотреть. Рынок обнищает. Рынок обнищает. Все, обязательно подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии. Куча всего интересного про отдых, про жизнь в Турции. Лайк. В общем, спускаю себе такой женский отдел. И Настя тут уже стоит, живет, да? Даже так. 370 лет. Ничего такого. Черное есть. Дай пошупать. Будь здоровой. Настя, культурная. Культурная. Футболочка, столик. Кстати, размеры, сразу говорю, в основном до 3XL, но есть и до 5XL. Но редко встречаются. Разные линии. Я сказала, цены? Я сначала подумал, что это детские, вообще, разумеется. Не-не-не. О, шорты, которые на мне. Прям вообще копия. Классные шорты, рекомендую. До 42-го. Она всех так выбирала, так выбирала. Да, я выбирала между белыми и белыми, в итоге выбрала вот эти белые. В общем, выбрала белые. Удивительно. Совпадение. Так. Ну, мы все посмотрим по чуть-чуть. 140 лет. Ну, кстати, цены, многие спрашивают, отличаются ли от Анталии и от Кемеры, допустим. Да, вот такие же. Да, такие же. 190 лир. Вот это, кстати, прошу вас не сняли, а мне очень понравился. Денис сказал, а ладно, не будем снимать. Я не помню. Если у вас мало коллекции, мы показываем, во всем надо от Дениса. Накциимальная коллекция это 100 лир. Денис самое интересное показывает. Ой, нет, вот это. Такая у нас мне понравилась. А та не понравилась? 130 лир. Но это мне больше понравилось. Она еще с такими брючками там красивыми висела. Очень интересно. Ну, такое обычное платьице. Кстати, приятное к телу. 230 лир. И что по качеству? Что у нас по качеству? Я не знаю, ты щупышь. Нет, вообще. Ну, на сезон на два точно хватает, скажем так. Самое обычное качество. Нет такого, что там супер какое-то плохое. Огромное количество шорт. Кстати, заметили? У меня оператор хорошо сегодня работает. Это намеки на то, что она хочет сама поснимать, я так понимаю. Она на 130 лир, максимально 46 куча всяких цветных шорт. Даже не будем перебирать, да? Вот я еще прикольненький. Ага. А это, кстати, юбка шорта? Ну, это юбка шорта, ничего, нормально. Пойдем смотреть. Так, а под это еще я знаю верхушка была. Я уже наизусть знаю, все коллекции могут просто так ходить. 240 лир. До 42-го. А, вот. Нет. Это платье была еще как накидочка. Не знаю. Ладно. Так, что у нас интересно. 230 лир. Да, ты просто покажи ему классно. Примерять будешь? Нет. Крест на крест, а то на спине. Такая разночка. Тут люди примерку просят вообще-то. Смотрите, вот на это лицо. Вот если нет примерки, вы знаете, кого винить. Так, ну, обычно майка, 100 лир. Длинные юбки. Я думаю, она тоже имеет место быть. А она, кстати, очень тонкая. Как будто натуральная. Не думаю, что она натуральная. Потому что мы проверяли иногда состав, даже, как вы кажется. Это натуральная, нет. 190 лир. Ну, мне вот это нравится. Натуральная. Ну, такое. Мы, кстати, сейчас в таком более молодежном отделе. 150 лир стоит. Сейчас еще пойдем и до классики. Ну, для более такого взрослого. Такие топики висят. Все, пойдем. Брючек, я думаю, нам надо посмотреть. Ой, так когда станет холодно, я просто шорт отменяю на бруки. На бруки. Бруки. 200 лир. Я, как всегда, переведу цены, наверное, да? Да. Я буду плакать, но переводить. С лир на рубля. А, я там 4 часа писала цены. Да. Ребята, так что возможности пишите. Просто любой комментарий. Пишите. Настя молодец. За то, что перевела цены. Нет, просто любой комментарий, чтобы... Или можешь ей написать, что Настя плохо работает и не все валюты вписала. Какие еще? Ну, в долларах, я думаю, большинство понятно. Ну, нужно больше валют, чтобы Настя еще больше жаловалась. Настя вообще плакала. 230 лет. Так все особо не будем смотреть. По чуть-чуть, чтобы было понятно, вообще вам сюда надо или не надо. Возможно, ну, и не надо тратить время на это все. Вообще советую. Это самый любимый магазин у туристов. Если Денис покажет, то просто нереально много. Кстати, смотрите. Во-первых, на русском таблица разнировых одеждах. А во-вторых, вот 58, 5XL. Это я про максимальное говорила, потому что многие не знаю про... Ну, проблема. В переводе это 42, 58, 60. Вот так. Пойдем дальше. У нас хоть есть кроссовочки. Ну, что такие, кстати. Кроссовки очень дешевые. Я бы сказала, бесценные. В каком магазине ходили, там цены по нулю были? А это здесь, кстати, рядом 82 столы пазары. Да. А здесь еще есть последние размеры. Вот, в смысле, расставлены? А, нет. Вот, 32. Почему? Бестселлер. Возможно, тоже по одному. Нет. Я потому что хотела размер показать. Вот это, допустим, 32, тут можно выбрать кучу всего. Кстати, неплохие. Сто процентных локов, допустим. Ну, обычная футболка. 80 лет. Нормально. Но иногда, кстати, иногда есть скипки в последних размерах, а иногда нет. Интересно, там не пойдет? Да, все, кепку 70 лир. Ну, фиолет, а ничего, прикольная такая. Чтобы подо все. Как? Никак? Да вроде ничего. Прикольный цвет. Мне нравится. Да? Сушим, да. Даже без этих квадратиков вечно. Потом в прошлый раз не по... Ну, ладно. Все, Настя уже пригрела ее. До зеркала дойдем, посмотрим еще. Кроссовки тут почему-то бесценные. Ну, тоже молодежные, я смотрю больше. Ну, мы дойдем еще до такого классического отдела. Я же говорила. Джинсовка 260 лет. У меня отсюда сколько? Ну, практически, как мы приехали, купили. Куча стирок, нормально все. Ну, нет, ну, такого джинсового цвета. Куча стирок, нормально все, я ее не ношу. Не, ну, я тогда носила целый год, это я сейчас вот летом не ношу. О, красиво. Да, веселый футболок, их прям очень много, если... На, любите такие. Вообще любые футболки, тут есть и не веселые, и грустные. Если любите грустные, то есть все без проблем. Носите штаны. Не, не, есть и грустные футболки, вот такие серьезные. Стулев-пластыки. Эммочка. Репетузики. Пойдем дальше. Это что-то шелкотворение. Целый стенд с шортами. Посмотри, сколько цветов. По 100 лир, 110 лир. Розовый. Вот даже за 90 лир. Ну, в общем, где-то 100 лир свиней. А по-моему, даже ничем не отличается. А сейчас ты сказала, что они 90. Представляете, правда? Цена. Модели, наверное, та же цвета разные. Там где-то Малибу, где-то не Малибу, вот золотая. А там что? Просто одноцветная. Ну, что, когда-то, ну да. Ну, ладно. Кстати, вот с надписью еще и дешевле выходит. Огромное количество шорт, юбок, коротких. О, кстати, шорты-юбка. 190 лир. Юбки подлиннее. 180 лир. Пойдем джинсы найдем такое более что-то стандартное. Штаны. Целый стенд джинс. Да, вот целый стенд джинс. Есть, кстати, шорты как короткие, так и длинные. Ну, вот джинсы всегда 200 лир плюс-минус. Ну, и приятные такие. Мне нравится. Ну, разные вообще абсолютно. Есть широкие, какие угодно. Ну, вот штаники 230 лир. Прям платье, наверное, посмотрим. Там прямые, показывай как. Да, ага. С собранными не понятно. Ну, у всех же разные фигуры. Толку, что я покажу. Денис залез в платье, но тут такие не новые. Пойдем, вначале опять новые покажем. 290 лир. Никто их не новое. Новые никто их не носит. Нет, в плане того, что... Не новая коллекция. Да, не новая коллекция. Да, такой спокойный. Да, покажи вот этот сарафан. Да, у меня камеры не виснет. Не, не виснет. 340 лир. Так и спокойный сарафан длинный. Так, и кроссовочки. Кроссовки, вот, 190 лир. Хорошие, удобные, красивые есть. Можно что-то подобрать. Еще где-то классические кроссовки тоже покажем. Сумка. А, макосины? Тут не макосины. Такое самое обычное классическое платье. Но, кстати, такие трудно идти. 150 лир. Там цвета есть разные. Все, идем. Вернулись в начало. Это прям самая новая коллекция. Ну, в принципе, мы сначала тоже снимали новую, но это уже другая новая коллекция. Вот так вот. Кстати, интересная, да, такая? А, это платье. Я думала, это распочелся, нет платье. 300 лет. Главное, не забудь запахнуться. А тут даже если забудешь, не только. Ну, половину будет видно, да. Самого интересного. Такое, останется интрига. Какие штаники есть? К нему же. Ну, я думаю, не к нему же, на самом деле. Вот еще есть тортик. Такое же расстрелится. А вот, смотри, какой сарафан. И вот сарафан. А тут вообще-то безразмерные. Не будешь мерить. Просто встретили подписчиков. Приятно? Да, приятно. То есть, у нас немножко поболтали. Так, 280 лир. Прямо, как мы снимали, да, помнишь, Майя говорила, все размеры можно на худенькую. Нет, у меня прям все. Тот платье мне вот больше понравился. Первое? С интригой, которая. С интригой, очень интригой. Хотя, ну вот знаешь, что, ну, я говорю, не будем смотреть, но все равно смотрим. А мерить будешь? Да. Нет. Мой тихо очень классный, легкий, приятный. Есть 3-е. 44-й размеры. Это какой размер? 44-й. А максимальный 46-й. А, ты сказал, 44-й? Это МЛ, что это? А мы же табличку снимали. А, ну ладно, я уже забыл просто. Те, что тяжело. Вот такие есть размеры, я говорю. И тоже, кстати. Может, я тебе какие-то купить? Как хочешь. Не знаю. Кстати, на самом деле, 192. А из чего он сделан, непонятно? Ну, не знаю, какая-то. У вас души на тихане, мне кажется, за добавление синтетики немножечко. А это похоже уже на льняные. О, слушай, мне нравится. Мне кажется, такое платочечко приталенное надо брать чуть-чуть. Оно приталенное. Ну, по сильнее смысле. Пойдем дальше? Пойдем. А, ну вот куча футболок. Ну, в среднем. Я, как уже опытный эксперт, 100 лир даже не буду смотреть. Просто как ванга. Ошибается, вот 90. Ну, 90, 110. Ну, покажи, какие есть. Много-много цветов, всех размеров. И... А, вот шайн на серой футболке. Интересно так. Я, извиняюсь, конечно, это моя кепка. Да пойдем, я же говорю наоборот, не будем рассматривать сильно. Но это какой-то топик. Не, ну, я так общим планом просила. Так, пока мы не перессорились, кстати, вот эта классная, как, рубашка. Женщина просто мерила. Ты мне прям в кадр ее засунул. Женщина просто мерила, классно. Да, классно смотрится. Ну, это видите, XSS маленькая. 220 лир. Хотя вот странно, да? Вроде маленькая. Но она оверсайз. Те, наверное, там, наверное, не слышно, поэтому можешь не трудиться. Ну, ты сама добавляй. Так, держите. 180 лир. Может, не знаю. Ну, она не настоящая лирина, она подленная. Она подленная. Чего ты говоришь? Стоп, людей даже в Анталии нет. В Марке Анталии очень много. 190 лир накидки. Там прям вообще аншлаг. Мы не показываем там секретную информацию. Сейчас еще возьму-то чуть-чуть. Я бы даже сказала, не пляжная. Можно просто по городу летом носить. Настя сказала, что это накидка. Я говорю, что это пляжная накидка. Платье? Да, вообще никто не прав. Померишь? Это платье с запахом. Ну, прям здесь? Можно и здесь, мне кажется. Почему нет? Люди хотят примерок. Ты что ли? А чего бы нет. Это родительница Андреевича. Куда вставлять? Великий вопрос. Куда вставлять? Куда вставлять, мне кажется. Майки. А вот. А, ну я опять. Мы по официальному не сходили. Пойдемте по официальному сходу. А это что, было неофициальное? Это было такое спортивное, молодежное, джинсовое. Ходем. Летние штанишки, кстати, здесь прям активно шутят. Свободненькие такие. Ходят в 160 лир. Меня слышно, да? Да. Просто шумно. Ну, мне слышно, вам не знаю. А ты меня не близко снимаешь? Нормально. Так, 120 лир. Ну, это костюм, да? Возможно. Не, ну, я просто, что ты показала. А просто, там еще юбочка такая же есть. Это штанишки были, да? И это штанишки. И это штанишки? Да. Не видно сверху. Так и рождаются сетей. Ну, что? Мое любимое платье, которое я купила зимой, не ношу. Ну, это нормально. На самом деле, классно. Потом носить нечего. Да, Настя? Да, 260 лир. Ну, хорошо смотрится. Угу. А вот смотри, сколько таких летних. Ну, это как-то больше, как ночнушечка, мне кажется. Ну, нет, это просто такое платье. Мне он так больше нравится. Нет, не это. Это здесь, а не? Ну, кстати, тоже неплохое. Очень классное платье. 230 лир. Не буду найти. Ну, более-менее официальный такой стиль. 300 лир. Платье холла. Как думаешь, если это купить, можно там на работу врачом ходить? Не знаю. Не спаляться. Мне кажется, другое. Брючки 200 лир. Какие плотненькие. Я не знаю, но вот на счет туфель, я, честно, здесь не знаю. Кроссовки вроде такие нормальные. Ну, туфельки, вот, кстати, смотри, интересненькие модельки. Не, ну, у меня про... Ну, а сколько в качестве? 290 лир. Денис, Ленис. Это сколько? Это сколько? Да, 290. Подожди. А это, по-моему, вообще кожаные, нет? Нет. Нет, это не кожаные, ребят. Да. Ну, такие штанишки. 200 лир. Показывает человек, который обещал не снимать штаны, потому что так все они по 10 лет. Он научилась, Настя, словам, говорит, у меня лучшие лекала, вот, в общем, похожие штанишки есть. Только что у нее? Ну, я бы сказала, лучше у меня лекала на штанах. Вот, все. С победной, но эти тоже будут. Кстати, до 5х они классно смотрятся, они прям так струятся, и можно подо всем. Очень классно, черные штаны. Все. Настя, продавцом можно справиться. Да, но нет, недалеко. Кстати, тоже 5х они. И стопроцентный хлопок. Это вот, на что Настя говорила, что хлопок не может стоить дешево. Я говорила про Лен, ты Лен говорила. А Лен, из чего делают? Давай. Сейчас будешь сам плази показывать. А, их тут много. Ну, их тут много. Мне, кстати, в том Сыраките понравилась леопардовая. Вот она. Настя хочет. А, нет, другой, вот такой леопардовый. Леопарда преобразит. 200 лир. Ну, она классно, свободная. А вот эта трикотажная вообще суперская. Она такая джим-джим-джим пружинит. Не знаю, сколько там видно. Это классно, это же. Джим-джим-джим пружинит. В общем, запоминаем, повторяем продавцу. 130 лир. А, 130 лир? А Филида, 130 лир дешево. Угу. Так, что еще показать? О, тоже, наверное, будет 5-й цель, смотри. Мне кажется. Я не найду. До 48-го. 200 лир. Свободный. Ну да, не знаю максимальный. 48-й это. В экселиях это, может, получается, не 5-й цель. Ладно, непонятно. 130 лир. Сверху, кстати, прям можно так. И добрать. И вот еще тоже свободная такая. Еще тут есть платье разнообразное. 180 лир в платье такой халатик. Иди сюда. Много, в принципе, красивых платьев, но здесь, кроме я смотрю, все сметают, 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 сметают. Очень много людей. Надо прям тут шустрый. Если что-то понравилось, не оставляйте. Есть, почему в Турции часто встречаются красивые платья в пол. Допустим, 230 лир. Все? Нормально 50-й штаны свободные. В общем, можно найти большие размеры. Вот сюда. Обувь уже такая какая-то новая коллекция. Но, во всяком случае, я еще не видела. Хотя мы часто ходим. 170 лир. А показываешь? Еще такие галочки. Спокойно, кстати. Ну, мне кажется, не знаю, на сколько мы ходили. Это молодежь наделать же. Молодежь? Молодежь. Такие самые обычные шлепочки куда-нибудь. Я не знаю, куда. Стойлер. Вот куда ходят туда. Куда ходят? Куда только не ходят. Так, ну, ворвай. Мы еще нижнее билет не показали. Чье? Ну, твое, может быть. 70 лет. И шлепки сейчас покажем, и купальнички. Вот, кстати, вместо таких лучше купить вот такие. Я в прошлом году покупала, ну, очень удобные. Только у меня с ананасом киталишь стоят. Я в прошлом году подобные покупал. И очень неудобные. Все до крови. Павель, с остер. Да. А вот такие штуки на пляж и в бассейн, если вы не хотите шлепнуться, чтобы не скользить. И по гальке ходить, если не хотите. Ну, по гальке они на самом деле не очень такие. А отличные идут? Нет, они стираются сразу. По гальке лучше обычных отрезиновых. Немножко сумок. Что-то совсем немножко. Митя, что там ты хочешь найти, а? Цену хочу найти. 130 верст. Ну, тут прям небольшой отделчик. Пойдем купальники искать. Я думаю, там вообще, наверное, не подтолкнешься. Настя говорит, 90 лир рубашкой. 90 лир? Красивая пижамка. Я еще и в Анталии заприметила. Максимально 3 XL 240 лир. Так не особо понятно, что она красивая. Вот так вот. Кидай, кидай. Она в запах. Вот, вот, вот. Все. Спасибо, что помог. Так, ну, тут разное нижнее белье. 90 лир. Кстати, есть одежда для беременных. В принципе, волосевая кидая есть одежда для всех. Так, тут у нас 120 лир. Это вообще какая-то нарядная. 310 лир. Максимально 3 XL. Со штанами, пижамка. Что у нас тут интересного? Ну, обычные трусы. 60 лир. Так, еще немного пижамок. 350 лир. Классно. Это тоже какая-то нарядная. Это пижама, представляешь? Я бы в ней на улицу ходила. Тоже, да? Ходила бы. Может, и не в такой, конечно. 200 лир. И это тоже 200 лир. Есть такая более комфортная, без кружев. 110 лир вверха. И, кстати, тут 100% катон. Да, 100% катон. Пижамки. Что еще тут интересного? И тут особо камеры не повернешь. Справа слева люди. Чтобы не смущать. То, что процентный хлопок. Они, кстати, такие объемные, Денис. 110 лир. Ну, там с пушапом, да. Не все с пушапом. Не, брось, не все. Ой, это с пушапом. То, что 10 лир. 10 лир, да? А что ты сиськи трогаешь? С 10 лир, пушап. Ребят, купальники стоят около, прям, самый примерочный. Тут прям вообще люди, люди, люди. 140 лир на волсеевой кике. Купальников, на самом деле, небольшой выбор. Честно. Не, все нормально. Ну, 80 лир. Такие высокие трусы. Кстати, я хотела все высокие трусы. Что у нас еще интересного? А, это уже не купальник. Еще высокие трусы? Не, ну, тоже шорты. Тоже как в Турции купаются в шортах. Есть вот, ну, турецкие купальные костюмы, в принципе, сразу. Но я думаю, для нас это, скорее всего, не очень актуально, но они есть. Прям и шорты, и туника полностью закрываются, и можно купаться. Так, поворачиваюсь. Ну, прикольный цвет. 120 лир, верхушка. А, кстати, это то же самое, да? Как и оранжевый. Вот прям мало. Вот буквально вот стенд, 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 стенд. И все, вот и там чуть-чуть. Цвет хороший? Не знаю. А мне нравится. А цену скажи. Не вишневый. Мне кажется, это не вишневый цвет. 180 лир, что я нашла. Это такой с юбочкой. С юбочкой, мне кажется, классно. 230 лир. Попу прикрывает. О, а вот такой как бы подтрикотаж, но он не трикотажный, конечно же. А, вот так-то, да. Есть чуть-чуть. Выбрать? Ну, да, накидочка, сарафан на пляж. 130 лир. Ну, не прям супер, так, чтобы много. Да? А мы еще нашли такие супермодные тапки. Так, чтобы поснимать. Ну, 130 лир. Я, наверное, просто покажу, а цену уже не буду говорить, потому что я устану ее писать. Ай-ай-ай-ай-ай-ай, дай покажу еще вот. Всякие разные. И белые сколько? Лир 100? 79 лир, 99 получше. Вы видите человека, который будет писать цены. Куча резиновых тапок. По пути женского, на мужской встречается чемодан, как раз, чтобы упаковать туда жену и ее одежду. Но если плохо себя ведет, можно и жену. Или мужа. 800 лир, 600 лир, в зависимости от размера. Но они, в принципе, кстати, эти большие чемоданы. Не знаю, насколько понятно. Пошли. Мы вернулись к мужскому. Теперь у нас будет Денис показывать. Давайте, что вам показать? Что вам показать? У нас говоришь, что это под мой цвет глаз, зеленый-розовый. Вообще-то вот этот, футболочки. Говоришь, что это под мой цвет глаз, зеленый-розовый. Людям показывай. 130 лир, очень много красивых. А мне нравится. А мне нравится. Ну, ребристый красивый очень. Ну, цвет кому какой нравится. Мне нравится сама фактура. Серость, подсерость? Нет, подсурно. Понятно. А вот это мне цвет нравится. Вот это, я думаю, мне подходит под свой глаз. Да. Ну, тебе бы голубенький больше подошел. Не знаю. Штаны у мужчин. 270 лир. В целом штаны 200-300 лир. Ну, 300 редко. 200 больше. Может, я поставил, но такая тоненька, что она нравится. Ну, натуральная все. Премиум, видишь? А, это премиум. То есть 30 лир. Лампочка мигает, сейчас отойдем. Да, они мигают. У меня просто мигало. А вот эти штаны очень классные. Вот я всегда их хвалю. Они как бы классические. Ну, эти, кстати, что-то они их не загладили, что ли, под классические. А там резинка. Цена, скажи, пожалуйста. По-моему, 200 лир, да? Да. Я уже угадываю. Это тоже Денисова любимая мятая рубашка. Ну, нравится. На самом деле, очень удобно. Не надо гладить. Особенно нам. Как бы, и тебе никто не скажет, что она мятая. Ты прям в камере у меня. 180 лир. Да. Еще раз повторяю. Я... Это все слышали. Очень много всяких футболочек. Я читала комментарии, 170 лир, то, что мужчины обижаются, что мало мужского. На самом деле, да, не обижайтесь. Оно просто, ну, вот, как... Я могу, конечно, показывать много футболочек, но смысла? Это шортики? Черные. А материал такой же. А, да? Вообще не видно. Нет, вообще другой материал. Такой же? А, да, такой же. Ну, и спортивный больше. А по чем скажешь? Да. Такие оно. И тут такие штаны видно. Есть. 169,99. А там 199. 30 лир. Выгоднее штаны купить и обрезать. Еще кофточку сшить. Рубашка. Хорошая, кстати. 150 лир. Ну, мятая. А вот просто футболка, но она на самом деле не просто белая, она как будто из натуральной ткани. 130 лир, да. Прозрачная. Приятно. Мне нравится. Мне все добреется. Проздавец от бога. Так, ну, вот это мы уже с вами синие такие же видели. Ну, вот брючки. Все прикольные. Прикольные? Ну, я почему-то начала обращать внимание, что мятые. Да, 300 лир. В женском говорили, в мужском. Давай еще раз скажем, то, что максимальный размер 5 XL вообще. в лси вайкики. Но чаще... За льна, я же говорил. За льна? Молодец. Ну, это шикарно. Давай про размеры дорасскажем. Обычно размерный ряд до 3 XL, ну, вообще до 5, я уже сбилась. Вообще размерный ряд до 5 XL, но чаще всего встречается до 3 XL. Но до 5 XL тоже можно найти, тоже есть. Просто чуть поменьше. 230 лир. Пальмочки вот как раз прям на отдых. На самом деле, мне кажется, люди тут прям на год за... 120 лир. Очень дешево, да. А вот просто рубашка такая длинная, белая. Денис, покажешь? Рубашка. 200 лир. Кстати, да, можно платить. Ты мне в камеру и тыкаешь опять. Я рядышком с собой показываю. 200 лир. Непонятно из чего, но хорошее. Окей. О, вот Денис все время показывает шорты, как у меня. Вот это действительно шорты, как у тебя, прям точно такие же. Только у меня беленькие были. Да, только белые. Ремень такой же. 220 лир. Хорошие, в принципе, они бы сейчас жили, только они были белыми. Да, были. Были белыми. 150 лир. Тоже футболка обыкновенная. А что, а вот у нас еще что-то интересное. 170. Рубашка. Вот максимально 2XL, допустим. Бедные продавцы, какие я вообще не знаю, прям. Длинные шорты покажешь? А, нет, не особо длинные. Да, они просто за ремень. Шорт много, джинс много. Если хотите джинсы, прям приходите обязательно сюда. Да, в принципе, любая одежда. Плотная? Да. Я бы сказал, длинная, наверное, длинная. 220 лет. Да, не знаю. Ты думаешь? Да. Ты нас обманываешь? А вот, смотри, тоже. Что-то натуральное, да, в последнее время? Что-то натуральное. Что-то натуральное, 230 лет. А, слушай, так мы зашли, видишь, такой отдел все такое бежевое, натуральное, цвета, оттенки. 350 лет. Я не знаю, почему мне таким пианом нравится. Снимай, ты снимай. 100% лен, правильно? Да. Вот я же тебе говорил, здесь 100% китейн, это лен. Надо перевести, что это написано. Надо перевести, что это написано. Что это написано? А вот это что, 100% китейн? Ну, это на этом, на турецком, а это на английском. Это английский? Я не знала, что на английском, или он, или нет. Какой-то онлайн, который он там. Все, теперь знаешь. Ладно, пойдемте посмотрим. А это, короче, миксованный. А, не понятно, а с чем миксованный? Ну, наверное, с синтетикой тогда. А, ну да. 350 лет. На самом деле, вот мне говорили, что чисто натурально тоже плохо, потому что, ну, мнется, там еще что-то. Лучше когда миксованный. Ну, это не точно. Ну, мнется и мнется, что, взял, погладил. Прям вот, как я, вот, допустим, села там. Шорты были прямые буквально, я не знаю, там, два часа назад села, и все, и все. А, и, кстати, еще и не натуральный. Футболок очень много, если хотите. Ну, вообще, Денис, куда смотришь? Я извиняюсь. Если хотите футболку обязательно сюда, есть и однотонные, цветные всякие, веселые. 70 лет. Но вообще, обычно лиры по 90, по 100. Это замануха от Анастасии Александровны. Смотри, сколько однотонных. Я, кстати, люблю однотонные. Да, мне кажется, тоже мужчины чаще, да, наверное, так, однотонные. Давай. Мне кажется, это Денису понравится, да? 170 лет. Нет, что-то не хочу. У меня одни были, мне хватило, что-то. Больше не хочется таких, что-нибудь. Да, мне тоже кажется, на следующий год другие купите. Я хочу как-нибудь изо льна теперь, вот. Я что-то, не знаю, я насмотрелся как-то. Яхту, мне кажется. Яхту, более. Има еще. Помнишь, когда мы мерили, натуральный этот магазин снимали? Да, да. Мне там понравилось прям несколько на настюху прям классных. В мужском еще отделе. Очень интересно. Смотрите, 200 лир. Сильно рассматривать не будем. 90-е винтажные джинсы. Сильно рассматривать не будем, потому что есть все и зауженные, и широкие, и большие размеры. Средним 200 лир. А еще он джинсы смотрел. А, есть еще, да, шорты джинсовые. Он по 100 лир. Покажи просто так общим планом. Да, держи. Давай. Ой. Защитные, да, кстати, в последнее время, мне кажется, модно. Не-не, в футболке. Так, прикольный цвет. Да. Да, я пройду, покажу. Давай. Вот так вот. Дискал, что это приятные джинсы. Очень нравится. Вообще, на самом деле, есть и не дырявые, есть самые обыкновенные. Да, и не дырявые, так положено. Так, сейчас, 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 сейчас. Не найдется. 200 лир. Сейчас, сейчас, сейчас. Шорт очень много, огромное количество тоже по 200 лир. Кстати, что шорты, что джинсы. Выгоднее купить джинсы, да? Смотрите, сколько красивой обуви. Кстати, внутри, как Денис, любит мягенько. 260 лир. Кстати, очередь здесь огромная, я не буду показывать. Так что сюда заранее обязательно. 360 лир. Так, вот отошли немножко от очереди, чуть потише. 260 лир. Ну, обувь тоже в среднем так 200-300 лир. Кстати, вот 47-й есть. А какой максимальный мужчин? Так, тут 45-й, давайте на этом посмотрим. Ну, а тут 47-й вижу. А, да, вот эти есть 47-й. Вот эти удобные, мне кажется, такие можно даже на лето. Тоненькие, 130 лир. Не очень сильно. Я нашла Дениса под длинную рубашку, длинную обувь. Ой, тут прям аж все по попе толкают. Какая, непонятная. Какая тебе? Вот эта понравилась? Может, по спопу эту хорошую. Настя решила показать мужские бурыки. Ну, классические. 200 лир. Тоже есть цены, в принципе, тоже 200. Тут все по 200 получается. Чуть дороже, чуть дешевле. Пойдем еще там посмотрим. Пошли. Такой более спортивный отдел. Даже не спортивно-плавательный, да? Спортивно-плавательный. А вон кроксы. Скажешь, по чем кроксы? Кроксы. А вон собачка за 130 лир. 80 лир. Сколько крокса? 80 лир. 80 лир. Отличительно. Что касается шорт по 130 лир. 130, 130, 130. Вот такие цены я люблю. Господи. Еще музыку сверху крутили. Денис, я тебе нашла брендированные шорты 130. А там ананаса нет. А нет, вот есть, смотри. А нет, другие немножко. Есть. А есть и спокойные, но немного. А вот, вот и все. Поблема есть. Майки по 70 лир. Денис, это твои. 140 лир, смотри. Мои? Да. Я просто не помню рисунок. Рассказать, как ты шорты с мальчиками играл, у тебя шорты порвались сзади. Ты же с мальчиками играл. Я с горки катался. С мальчиками. А потом шорты сзади прорванные. Так я много катался просто. Максимальный 2х40 лир. Ладно. Это звучит. С мальчиками играл, и тебя это дает туда сзади. Я так и рассчитывала. Это все продумано. 40 лир. Кстати, размеры тоже есть разные. Два размера. 58-60. Двое. Слушай, а что мужские дешевле и женские? Я, кстати, не знала. Женская 70 была, а это 40. Ну, может, коллекция просто такая. Может, мужские тоже есть дорогущие. Ты не хочешь себе так? По 70. Гляньте. Смотрите. Та-ра-та-та-та-ра. Так, как она была. Кстати, тебе идет. Вот можешь взять. Не, мне не нравится. Ну да, но тебе маловато, на самом деле. А есть, кстати, длинные плавательные шорты. Может, мне кажется... Кэжуал, да? Гляньте, я уже угадываю. Вообще, просто Настя профессионал. Скажешь, почем? Почем. 190 я уже вижу. Работает. Работает все. Так, и давай, вот мне футболка понравилась. Ну, шорты здесь вот такие они. Черные, серые. Цены плюс-минус одинаковые. Что ж ты делаешь? Надо за... Вон, внутри. Да я... Что ж ты отысти? Я первая, Денис. Ты тоже сила, и так не честно. Все, стою. 100 лир? Как прикольно. Кстати, дешево. Я вижу свой любимый цвет. Ну, 160 лир. Обычные спортивные шорты. Есть дороже, есть дешевле. Смысл один и тот. Так, у мужчин еще не показывали, да? Тоже новая коллекция. 100 лир. Пяточками. Тапочки разные. Почему-то вот такие в последнее время модны. Не знаю, почему. Ну, как? Под кожу, конечно же, это не кожа. Ты сейчас говоришь, а потом... Да не кожа, 120 лир. А потом у тебя будут так, мудаки. Каким-то тапком не кожа нам. Так, ну, футболки, футболки. Вот, ребят, вроде мужской отдел вон туда, еще туда. Но чисто футболки, я не знаю. И халтурный Денис Андреевич. Спортивная майка. 100 лир. Такая, ну, дышащая. Перфорация, вот. Хотел сказать, в дырочку перфорация. Тут уже с серфингом. Тоже такая интересная структура. Не, вот классические. 180 лир. Рубашечка. Мне нравится. 130 лир. Тоже брюки классические. 260 лир, кстати, с ремнем сразу. Огромное количество пола по 100 лир. Опа, 80 лир. Цвета-цвета разные, разные, разные. Ребят, очередь. Вот, чтобы вы понимали. Вот она вон там еще змеяка идет. Поэтому, ну, по возможности с утра, наверное, да? Либо уже попозже вечером. Рубашечка. 170 лир. Прикольно, да? Да. Ну, так не будешь же ходить раскрытым. А вот это офисная. Говорю, Денис, вот тут офисная одежда. Он такой, что офисная? Нормальная одежда? Как будто оскорбление. Кстати, 120 лир вот такая стоит, как на манекене. Пойдем еще посмотрим что-нибудь. 160 лир. Так, 280 лир. Мне тебе очень понравились. Эти такие симпатичные. Вот эти вот, нет. Макосинки, всякие китики. Так, Денис Андреевич в кадре. Так, и мужчины у нас заканчиваются кроссовками, такими спортивными. Ну, такие 250 лир. Очень много белых. Ага, молодняк. Нас. Пойдем в детское. В семье. Денис Андреевич не хотел вам показывать спортивное. Говорил, фиг с ним. 80 лир. Так мы самое интересное, вон, из натуральных тканей уже показали. Это спортивное. 80 лир, спортивная футболка. Кстати, ну, спортивная нормальная была семьянишка. В принципе, в основном тоже все нормально. Единственное, что у них тут ненормальное. Что у них ненормальное? Ну, мне кепка вот не понравилась кровь в прошлый раз. В этот раз, кстати, хорошая. Лекала просто плохой у кепки. Да, 140 лир. Ну, такие, да? Еще спортивные шорты. Ну, да, спортивные, баскетбольные такие шортишки. А штанов что-то даже и нету. Может, иньки. Наверняка есть, на самом деле. Может быть. 120 лир спортивные, вот эти черные. Денис, покажешь? Да, я уже показал, давайте еще раз. Эти вот шорты 120 лир, они спортивные. Все, те люди в детском. В отдел, в котором тишина, кстати, на удивление. Тишина, на удивление музыка. Ну, тут есть так много людей, потому что мужская женщина. Не знаю, сказать вообще. Текстиль немножко посмотрим. Мы не обещали, но покажем. Кстати, в прошлом году не было этого отдела, да? Нет, был, был. Это просто полоска на стол. Полоска на стол. Только запишем. Середина. Так, ну стекло, наверное, хотя вот, так как я вожу, стекло, я вам тоже покажу. Куда же ты возишь? 17 лир, сейчас никуда не вожу. Раньше возила. А вот с глазиком, мне кажется. Да, с глазиком. Это более активально. Есть интересная. А вот, смотри, какой красивый. Длинная, она такая классная, как габинет, прям качество. С лошадкой. Вообще классная. Коврик. 120 лир, нет, ну это не коврик, это тоже полоска на стол. Что еще интересно? Кстати, здесь можно, здесь можно, вот типа, люблю Анталию, есть кружки, я не знаю, сейчас достанем, насколько люблю Анталию. Вот, да, Анталия. И они тут, как правило, подешевле. Посмотрите, 35 лир вообще со скидкой. Смотри, 54. Просто никто не знает, и не доходят до сюда. А кто-то еще говорит, что цены растут. Какой 54, 35 лир? Я говорю, вот, начиналось с 55. А, ну да. Ну, не могут, видимо, продать, потому что просто туристы до сюда не доходят. Пастельное белье, вот это я знаю, классное качество вообще, ну, которое вот такое, сатиновое. А почему ты знаешь, что это качество хорошее? Ну, потому что, не буду говорить. Так, она бесценная еще, к тому же, жгаю, классное качество. Давайте сейчас посмотрим. Ой, со слонами. Похуй, ты тяжелый, наверное, это... Сланы настоящие. Да, извините, легче. Это евро, наверное, мне кажется, даже больше, чем евро. Ну, там же написано, наверняка, нет? Ты не вижу, 800 лир, но это, кстати, дорого. Ну, в плане для LCY-кики это, ну, такая... Вот, смотри, вот здесь написано как раз. У нас 240, это не евро, это king-size. King-size? 240 на 260. Так, ну, вот, такие обычные наборчики. 320 лир. А, нет, слушай, ты покрывала, я тебя обманул. Да, я знаю, что обманываю. А 160 на 220, это что, полуторка? Это не полуторка, это... Одеяло, вот 160 на 220. Это либо king, либо евро. А, вот, смотри, это два просто отдельных одеяла. Тьфу, ты, мое. Ладно. Непонятно, короче. Ты показал, искал то, что я сказала, размер? Наверное. 450 лир, вот это... Сколько? Ну, сама забыла. Со скидочкой тоже. Да, 32. Ну, вот небольшой оденчик есть вот так вот, чуть-чуть покажи. Да. Я, конечно, не думал, что кто-нибудь одеяло-подушке повезет, но мало ли. Заметил, какая тематика лошадей? Ну, и новая коллекция едем. Ну, все, вкусно пахнет. О, что-то вкусно, да. А-а-а-а! У нас как-то нет. Знаете, здесь есть, это, детские халатики. Один взрослые халатики. 190 г стоит. И классные, недорогие игрушки. Один взрослые халатики. Надежда. Надежда. Вот тут Олежская такой, заяц. Ну, это какой-то убогий, кстати. Обычный, заяц. Да, взяла игрушку, оскорбила. А человек ее делал, там, поссорался. Что-то она как будто это... Беленькие. Это не для маленьких детей. 140 лилей. Да, Олежнек. Дракон, я бы Монечки взяла. Динозавр. Динозавр. Настя забыла, как динозавры называются. Ну, блин, сейчас там какая очередь? Не, не будем. Ребят, так хочется взять Монеки. Ну, нет, в очередь не будем, реально. Это там на час, наверное. Ой, такой дракон классный. Вон, что-то я уже обзор игрушек. Посельное белье, детское тоже есть. И подростковое, и детское. Ну, не то, что есть. И полу только вообще. Ну, подростковое, да. А есть прям маленькое еще. Человеке главное. И вот такое совсем для Масюшеня. Вот, это уже детское, да. Метра на полтора. Кроватка 160 лилей. И халатики тоже есть уголочком. Пойдем, да? А вот и взрослые халаты. Пойдем, да, самое интересное пропустили. 400 лет. А вот есть какие красивые. И небольшой отдел с такими полотенчиками. Тоже можно что-то выбрать. Тут вот вышитые. А почему не забыл? 35 лир. Но вообще необычно дороже. Вот, да, 50 лир. Я думаю, в детском отделе будет меньше людей. На самом деле, так же много. Покажем всего по чуть-чуть, чтобы было просто понятно цены. Шляпки есть 120 лир. Это для девочек. В принципе, тут, ну, любой размер. Что-то я уже видел папишку такую. Делать надпись, помню. Подростки и девочки с 3 до 14. Ты там говори... Подросток 3 года. Потому что я уже не могу. Ну, 90 лет. Ну, раз лет нигде, а маленький. Футболки 50, 50. Кстати, огромное количество и очень красивые. А вот, смотри, какая. А это майка. А сейчас я подумал, что это купальник вообще. Я подумал, что это футболка, а это майка. Может, это юбка такая? Платишка. О, джинсы. Прикольно. Шорты 110 лир. Это такой отдел для танцев. Покажешь немножко так. В общем, планом. То есть, есть разные отделы. В принципе, есть как там школьная форма. А что я взяла? Зачем я взяла? Я не знаю. Показать захотела? Просто показать. Здрасте. Такая мальчика 90 лет. Натураршечка тоже, да? Ну, я не знаю. Объемный выбор. С эти волосевые кики, именно детское, очень классное качество. А, мне Денису так делается, чтобы я в камеру смотрела. А я не поняла, что ты так делаешь. Пойдем, покажем. Джинсики. 140 лир с 4 до 14 раз метра. Ну, пожалуйста, смотри на меня так. Так, в принципе, все показали. Для девочек пойдем для мальчиков, да, подростков. И потом самое детское, детское, малышариковое. Тоже пару. Очень большой выбор купальников. Для девочек пока что. Мы все еще для девочек. 150 лир. Цветастые, ездильные, раздельные, любые. Это почем? 150 лир тоже. Как-то так у нас. А смотри, какие шорты. Вот я опять сказал, чуть-чуть покажем. И понеслось. 120 лир. Пойдем к мальчикам. Зашли в малышариковый отдел. Девочки 90 лир. Девочки 90 лир. Две футболки. Очень, кстати, красивые прям цвета все. Слипики, да? 160 лир, две штуки, 100% органик. Здорово. Малышам как раз... Как нормальная цена. Обалдена цена. 60 лир, два бодика, тоже органик. Вот такие красивые с клубничкой, с шарафиками. 100 лир. Что еще? Давай костюм? Давай. Скажешь? Там шортики. А шортики еще? Да, костюм. Скажешь? Ну, если найду. 240. 240. Кстати, для малышей... Смотри, это прям на нашу Монечку. Ну, конечно, все сползет, наверное, скорее всего, больше мучить ребенка. Но, тем не менее, вдруг кто-то хочет. 90 лир. Вообще модный, как у взрослых, да? Так. Есть тоже большой выбор купальников. Но, кстати, в Турции лучше закрытый, потому что солнце сильное. Джинсики для малышей. 110 лир с 9 месяцев до 6 лет. Но кожа это прям... А давай тепленькое что-нибудь посмотрим. Кофточки. Вот 120 лир. Это бархат как будто. Ну, 180 лир. Так, и обувь для девочек, и сразу для мальчиков, и кроксы. Все на свете прям любых размеров. Кстати, здесь 50 лир от 20 до 27. То есть прям, ну, в самый стартовый размер и погнали. Я хочу сказать, в Анталии меньше выбор детского, вот именно. Что-что, для купания, да, кстати, обязательно нужно брать вот в бассейн, чтобы не попадали. Ну, в принципе, у нас Монечка такое, в принципе, ну, и носит, да, налогичные? Только у нас немножко подошва другая. Классно, прям в бассейн запускаете, да, и спокойно можно, не подскользнется. Тоже скользко в бассейне. Ну, на камешках можно. Так, Денис, ой, я знаю, что можно взять, Денис, щенячий патруль. Ну, выбери какие. Ты готов стоять в твоей очередь? Я тоже не готова. Так, ребят, кстати, есть 38-й. А что здесь делать 38-й? С 32 по 38-й по 30 лир. Балетки 90 лир. Ну, то есть, как уже даже как взрослые, но еще все-таки подростковые, да. Давай, что еще? Что, будем брать, нет? Так, и мальчиков немножко посмотрим. Что тут? Супермену 110 лир. Очень большой выбор, просто нереальный. Он такой натуральный все. Цвет 26-й размер. Сколько же вы стоите? Они бесценны, ребят. Для совсем маленьких. В общем, обувь можно выбрать. В целом так 100 лир, а вот для малышей вообще 60 лир. Синячий патруль. Я сам, у меня сразу глаз наметан. Спасибо Монике. И для плавания тоже это есть такие всякие шлепочки. 50 лир, кстати, стоит недорого. Ну, вот это, наверное, будет подскальзывать все-таки. Показали немножко. Смех, смотри, вручки. Приятный. Смех. Так, ну что, бодики давай. А с акулой? Покажи, сколько стоит. Не вижу. Да, там акула и другая акула. А я пока здесь покажу. Вот этот... 100 лир за 2. 100 лир за 2. Вот это можно папе купить, короче. 210 лир с сортиками. Что интересного еще? Ну, такие комбезики на лето, да, наверное? Забыла, как называется. Не песочники, нет, не комбезики. 110 лир размер от 1 месяца идет до 4 лир. То есть, есть размер. Ну, конечно, не все, наверное, размеры в наличии, но чтобы... О, костюмчик. Да, тоже костюмчик. Ну, мы такое уже посмотрели. Футболочки в основном где-то приблизительно по 50 лир. Ну, от 40... Поло... 70. Ну, это прям... Это что-то из ряда вон. Костюмы... Мы, кстати, вам показывали, да, недавно? 200 лир. Тоже 200 лир. Москва, тематика, рядышко. А вот официальный такой. Мальчуган. А, 100 лир. Кстати, недорого, да? А вот наборчик 200. А вот мне понравился. Плавательная для мальчиков какой-то размер. Сболочками плавательные. Да, с 9 месяцев до 6 лет. Футболка, шорты, все есть. Вот 80 лир, допустим, плавочками обычные. Все-все есть. Можно в первый день прийти, закупиться, да? И потом плавать. Да, шортики, все, панамочки. Сейчас плавательный отдел для подростков от 3 до 14. А почем это акула? Набор с динозаврами есть. Что еще? Спайдермена 90 лир. Такие обычные, просто 70 лир. Ну, я и говорю. 120 лир набор? Классно. О, а вот есть поднатурально 100%. Даже натурально, точнее, не поднатурально. 100% хлопок, 75 лир, футболочка, майка. Ай, вот тоже, смотри, какая. Ай, я не вижу. 130, да? Да. В общем, зимней коллекции не так много, но можно найти. Куртка вот 330 лир. Ну и штаники тоже. Пойдем какие-нибудь глянем. А шорты? Шорты мне смотрели. 110 лир. Ну, это, кстати, вот такой натуральный отдел. Курбашечка, да, похож. Курбашечка такая у нас 140 лир. И сразу штаны, шорты. Штаны. Ой, шорты, господи. От 3 лет до 14 100 лир. А тут поменьше. Ну, это вот 3 года как раз размер. Ну, потому что просто размерный ряд. Давай еще джинсы глянем, я что-то нигде не нашла. Футболки есть прям разные-разные. 100% хлопок вообще. И такие есть и веселые, и невеселые уже для взрослых. Ну, в среднем по 50, вот даже 40. 70 человек. 70. Человек-паук, дорогой удовольствие. Джинсики сколько? 140? 140 тоже. Ну, в общем, 140. 140, 130. Мы тебе верим. Ты сейчас тент уже уронишь.